Известный бизнесмен Михаил Ходорковский, бывший владелец нефтяной компании ЮКОС, отсидел 10 лет в тюрьме за неуплату налогов и мошенничества. 20 декабря 2013 года выпущен на свободу, покинул пределы России. Имя Ходорковского до сих пор вызывает споры. Одни считают его мошенником и правильно, что его посадили, другие – гонимым честным бизнесменом. Якобы у него просто хотели отобрать его богатства, которые он честно заработал. Сейчас Ходорковский на свободе и самое время разобраться. Кто же он на самом деле? Как зарабатывал свои миллионы? Чем занимается сегодня? И куда исчезли миллиарды дивидендов ЮКОСа? Смотрите далее. Как на самом деле государственная компания ЮКОС оказалась в руках олигархов? И кто сумел поживиться на приватизации нефтяной компании? Вы не помогали ему приобрести ЮКОС. Где вы это читали? Сколько денег команда Ходорковского заработала на российской нефти? А сколько украла? 51 миллиард долларов выведены из зарубежной компании. Где сейчас прячутся топ-менеджеры ЮКОСа? Я хотел бы поговорить с господином Незлиным. Как команда Ходорковского скупает десятки тысяч квадратных метров недвижимости по всему миру? И почему скрывает свою новую бизнес-империю? Где сейчас скрывается сам Ходорковский? Он пришел. Он должен звонить нас и сказать, что мой друг пришел. Только у нас уникальные документы, собранные следователями по новому делу ЮКОСа. Третьему по счету. Секретные соглашения и тайные сделки. Куда исчезли десятки миллиардов долларов, незаконно выведенных из нефтяной компании? И где их искать? Впервые на экранах. Подлинная история одного из самых богатых людей России начала двухтысячных и его нефтяной империи. Рублевское шоссе. Поселок Жуковка. Знаменитый район для богачей. Здесь когда-то жили и владельцы нефтяной компании ЮКОС. Правда, эта информация не афишировалась. Образ олигарха в Срублевке плохо работал на имидж ЮКОСа. Людей с прогрессивными взглядами. Вот он. Яблоневый сад. Закрытый поселок, построенный в Жуковке специально для акционеров ЮКОСа. На охраняемой территории в 22 гектара находятся семь коттеджей, в которых они и жили со своими семьями. В этом доме жил сам Ходорковский. А в остальных – ближайшие соратники и совладельцы ЮКОСа. Вспомним их имена. Платон Лепетев – бизнес-партнер Ходорковского с 1987 года. Бывший совладелец ЮКОСа. За мошенничество и неуплату налогов отсидел в тюрьме более 10 лет. Леонид Невзлен – правая рука Ходорковского. Бывший совладелец ЮКОСа находится в розыске. Михаил Брудно – бывший совладелец ЮКОСа. Находится в розыске. Владимир Дубов – бывший совладелец ЮКОСа. Находится в розыске. Свой дом на Рублевке Ходорковский не продал. А вот знаменитая яхта «Констеллейшн», которую устроили специально для него, что называется «пошла по рукам». Белоснежный 90-метровый корабль, который впоследствии переименовали в «Лауру-Л», до сих пор входит в число самых больших яхт современности. Михаил Ходорковский, бывший владелец этой яхты, сейчас живет в Лондоне. На Западе его знают как одного из спонсоров российской оппозиции. Но это, пожалуй, все, что о нем известно официально. Где именно он живет и чем зарабатывает на жизнь, об этом не знают даже его сторонники. И почти ничего не известно о других акционерах ЮКОСа. Как будто их и не было вовсе. Скандальный ЮКОС растворился. Как и его миллиарды. Огромные миллиарды долларов, которые были заработаны ЮКОС, выводились в то время за рубеж и размещались в офшорах и в других бизнесах, которые контролируют до сих пор Ходорковский. Многие годы Интерпол безуспешно пытался выяснить местонахождение главного партнера Ходорковского, Леонида Невзлина. Но так и не смог это сделать. В иерархии внутри ЮКОСа Невзлин был фактически вторым человеком после Ходорковского его правой рукой. Он в то время контролировал силовой блок. Невзлин осужден Российской Федерацией, заочно на пожизненное заключение. Заказные убийства, покушение на убийство и так далее. Неужели найти бывших владельцев ЮКОСа для правоохранительных органов настолько трудная задача? Своё расследование мы начали с Израиля не случайно. Именно сюда, как писала израильская пресса, сбежали бывшие акционеры ЮКОСа Леонид Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов сразу после ареста Михаила Ходорковского. У нас была одна зацепка. По данным наших правоохранительных органов, квартира Леонида Невзлина находится недалеко от Тель-Авива в городке Герцлия. Здесь, на берегу Средиземного моря, живут весьма состоятельные граждане Израиля, и их никто не должен беспокоить. В этом районе живёт немало русских. Кто-то же должен узнать партнёра Ходорковского по фотографии. Вам никто ничего не скажет. Это Израиль, ребят. А почему? Потому что тут дураков нет. Где искать Невзлина, у которого на каждой улице в Герцлии может быть по нескольку домов? Да и как найти человека, которого более 15 лет пытаются выследить российские правоохранители? Вдруг один из местных жителей узнал в человеке на фотографии своего соседа. Количество охранников и всякого рода помощников, которые вышли нас встречать, не оставляли сомнений. Здесь действительно живёт кто-то важный. О нашем приезде тут же доложили. А потом недвусмысленно дали понять, что лучше нам отсюда уехать. Здравствуйте. Вы говорите по-русски? По-русски делаем. Отлично. Я хотел бы поговорить с господином Незлиным. Он здесь живёт. Это нужно идти ко мне. Я хочу знать, почему он скрывается от российского правосудия. Пойдём к другой стороне, и я поговорю с тобой, потому что я буду ждать для тебя полицейского. С помощью квадрокоптера нам удалось разглядеть участок Леонида Незлина. На территории стоят два дома, объединённые гаражной зоной. Крыша одного из домов оборудована под летнюю террасу. Внизу можно разглядеть пруд, плавательный бассейн, беседку, летнюю кухню, обеденную зону и место для отдыха. Каждый из домов имеет три этажа. Участок находится под круглосуточной охраной. Как только тут увидели, что ведётся аэросъёмка, сотрудники службы безопасности сели по машинам и начали поиски оператора дрона. Нам удалось выяснить, что ещё один бизнес-партнёр Ходорковского, Михаил Брудно, также живёт в Герслии. Несмотря на то, что российские правоохранительные органы разыскивают его за хищение более 7 миллиардов долларов, Брудно беспрепятственно передвигается по миру. Вот он в Грузии, здесь он на собственной даче в Литве, а вот с супругой путешествует по США. Вот мы едем на автобусе по Калифорнии. Наш маршрут сегодняшний. И на маршрут Лас-Вегас-Сан-Францисто. Еееееет! Вот так. Это я снимаю. Причём путешествует Брудно в специальном доме на колёсах для богатых. Роскошном Энтегра Эспайр. В Израиле бывший акционер Юкоса попытался построить бизнес в фитнес-индустрии. За 50 миллионов шекелей, а это ни много ни мало 850 миллионов рублей, Брудно купил 4000 квадратных метров в торговом комплексе Джи-Сити. Там он поставил новые тренажёры, солярии, сделал бассейн. Однако бизнес не пошёл. У другого акционера Юкоса, Владимира Дубова, коммерческие навыки оказались развиты чуть лучше. Дубов купил винодельню на севере Израиля, в районе Керем-Махарал. Там он производит вино под маркой Амфорая. Сейчас это хозяйники, Владимир Дубов и доктор Ювал Самуль, который он вообще витринал. Средняя цена за бутылку несколько тысяч рублей. Есть там 20 и 30 тысяч. Своё местонахождение Дубов, как и другие акционеры Юкоса, тщательно скрывает. В России его разыскивают за хищение из бюджета 76 миллионов рублей. Живёт беглый бизнесмен в соседнем с Герслией районе Кфарш-Марьягу. И по некоторым данным владеет вот этим домом. Это Великобритания. Разыскивать человека, который скрывается в этой стране, так же сложно, как и в Израиле. Англия крайне редко выдаёт России беглецов, поэтому они здесь чувствуют себя вполне защищёнными. Лондон стал родным домом и для главного акционера Юкоса Михаила Ходорковского. Как нам удалось выяснить, здесь, на Уимпл-стрит 67 у Ходорковского офис. Тут он, как правило, и принимает всех своих гостей. Здесь же у него находится штаб запрещённой в России организации «Открытая Россия». Итак, Ходорковский. Несмотря на кажущуюся открытость, Михаил Борисович очень закрытый бизнесмен. Вся его публичность это проект, которым занимаются менеджеры. И за это им хорошо платят. Настоящего Ходорковского мало кто знает. И только один человек знает про него всё. Салават Каримов. Старший следователь Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Именно он в 2003 году возглавил следственную группу по Юкосу, которая довела до суда два уголовных дела. С тех пор были опрошены сотни свидетелей, собраны десятки томов доказательств. По делу о неуплате налогов и по фактам многочисленных мошенничеств за решётку отправилось несколько высокопоставленных топ-менеджеров Юкоса, включая Михаила Ходорковского. Несколько лет назад Генеральная прокуратура России начала новое масштабное расследование в отношении бывших владельцев Юкоса. Выяснились новые сенсационные обстоятельства. По версии следователей, на старте своего бизнеса Ходорковский вместе с сообщниками завладел нефтяной компанией в результате тщательно спланированной аферы. А это значит, что почти всё, чем сегодня владеет Ходорковский и бывшие его партнёры, нажито преступным путём. Здесь абсолютно доказано, что акциями он владеет незаконно, что он значит, прибыль выводит в офшоры. Салават Каримов один из самых опытных сыщиков страны. На службе почти 40 лет. В его послужном списке резонансные расследования в отношении олигархов Бадри Патаркацишвили, Владимира Гусинского и Бориса Березовского. Пресса его даже окрестила киллером олигархов. Сегодня старший следователь Генеральной прокуратуры впервые расскажет, что такое третье уголовное дело по Юкосу и как на самом деле Ходорковский и его команда стали обладателями миллиардных состояний. Которую управляет менеджером Ходорковского. Прибыль, на которую могли рассчитывать остальные акционеры Юкоса 250 рублей с тонны. Все остальное утекало в карман Михаила Ходорковского и его партнеров. При этом других акционеров в Юкосе было немало. По словам следователя Каримова, доля людей Ходорковского изначально составляла 78%. После дополнительной эмиссии 62%. Остальными акциями владели так называемые миноритарии, среди которых было немало крупных иностранных компаний. Вот этот список. Большинство этих компаний имеют мировую известность. JP Morgan, UBS, Merrill Lynch, Barclays, Raytheisen, Credit Suisse, Morgan Stanley. И всю прибыль аккумулировал основной не сам Юкос, у которого акции платить дивиденды, а именно вот эти компании, которые практически-то толком и не принадлежали, возможно, Юкос или через Кипр и так далее. По версии следствия, через подобные схемы мимо акционеров, не входивших в ближний круг Ходорковского, утекла почти вся прибыль нефтяной компании. 51 миллиард долларов выведены зарубежной компанией. По словам Каримова, Ходорковский использовал десятки схем, чтобы обманывать миноритарных акционеров. И все они есть в распоряжении следствия. Миллиарды долларов, которые команда Ходорковского выводила из Юкоса, нужно было надежно спрятать. С этой целью в офшорных зонах регистрировались многочисленные компании. Остров Мэн, Ирландия, Багамы. Куда мы летали, куда мы знали и так далее. Дальше юристы регистрировали компании для нас в Виргинских островах, Каймановых островах. С каждым годом система офшоров становилась все более сложной и запутанной. Со временем команда Ходорковского пополнилась и вот этим человеком, специалистом по офшорам британцем Стивеном Кертисом. Британскому финансисту платили весьма щедро. Денег было так много, что Кертис стал обладателем собственного вертолета и даже маленького замка в графстве Дорсет. Через полгода Кертис разбился на своем частном вертолете по дороге в свой замок. Обратите внимание на то, что в тот день его провожали люди из Юкоса. По идее, по финансовой составляющей и по корпоративной он должен был вступить в конфликт с Невзлиным. Поскольку Невзлин после ареста Ходорковского и Лебедева становился главной фигурой. Следователи не исключили, что гибель Кертиса могла быть построена не без участия правой руки Ходорковского Леонида Невзлина. Однако доказательств этому пока нет. Великобритания до сих пор не предоставила российской стороне отчет о гибели топ-менеджера Юкоса. Официально Невзлину предъявлены обвинения в убийстве трех человек. Сколько их было на самом деле никто не знает. Убийство в целях просветания своего бизнеса это особая статья действий Юкоса. Принято считать, что задачи киллером ставил исключительно вице-президент Юкоса Леонид Невзлин в то время как сам Ходорковский оставался в стороне. Однако показания волгоградского бандита Геннадия Цигельника говорят совсем о другом. Вот так киллер описывает предысторию убийства мэра Нефтьюганска. Документ публикуется впервые. Целью поездки к Петухову был возврат долга в размере 100 миллионов долларов. Мной был задан вопрос как нам быть если мы совершим убийство Петухова? На что Горин посовещавшись с Печугиным и Невзлиным сказал, что это не худший вариант. О каком долге идет речь из показаний не ясно. Но судя по всему договориться с Петуховым не получилось. Мэра Нефтьюганска ликвидировали в день рождения Ходорковского. За убийство Цигельник получил 10 тысяч долларов. После успешно выполненного задания киллеру поручили еще одно дело. Убийство управляющего австрийской компанией Ист Петролиум Хандлс Евгения Рыбина. Чем провинился этот бизнесмен перед руководством Юкоса Цигельнику не объяснили. Правда денег на этот раз дали в два раза больше 20 тысяч долларов. От Горина и Шапира я узнал, что заказчиком убийства Петухова и организацией попытки убийства Рыбина является глава нефтяной компании Юкос Ходорковский. В начале 2000-х методы Юкоса меняются. Ходорковский принимает решение идти в большую политику и стать как минимум премьер-министром. А может даже президентом. Опасаясь того, что токсичный Юкос может потянуть его на дно, самый богатый человек России, принимает решение продать Юкос. Первым претендентом на российскую нефть оказалась крупнейшая в мире энергетическая компания «Шеврон». Переговоры длились несколько месяцев, однако внезапно сделка срывается. Причиной послужил вот этот секретный отчет. Содержание документа публикуется впервые. Отчет подготовлен международной аудиторской компанией КПМЖ, которая по заказу компании «Шеврон» проверяла Юкос накануне сделки. Вниманию Сэма Лейдла. Сэм Лейдла на тот момент вице-президент «Шеврон Тиксака». Обратите внимание, аудиторы настолько боялись утечки, что вместо аббревиатуры Юкос использовали литеру Ю. Буквой С обозначались и бнефть, которая тоже была предметом изучения потенциальных покупателей. Некоторая подробная информация, запрошенная нами, не была предоставлена. В частности, не вся подробная информация по затратам и денежным потокам. И компания С, и компания Ю имеют сложную структуру группы, включающую в себя несколько сотен организаций. Ни одна из данных компаний не раскрыла нам сведения о своей правовой структуре. У нас имеется обеспокоенность, что в случае ознакомления с полными таблицами схемами юридических собственников могут возникнуть дополнительные вопросы, которые могут быть релевантны для оценки вами данной сделки. Ю не имеет единых общекорпоративных систем финансового и управленческого учета и отчетности. В ходе проведенной нами проверки мы получили крайне ограниченный доступ к важной налоговой документации и работникам компании С и Ю. Риск до начисления налогов за прошлые периоды значителен. Сумма налоговой экономии, законность которой может быть оспорена, превышает 1 миллиард долларов США. А при худшем варианте развития событий дополнительные налоговые обязательства могут составить порядка 3-5 миллиардов долларов США. КПМЖ сделал заключение о том, что это неблагонадежная непрозрачная компания, которая представляет опасность для будущего инвестора. Разумеется, после такого разгромного отчета ни о какой сделке с ЮКОСом не могло быть и речи. Аналитики КПМЖ как в воду глядели. Через полгода главу нефтяной компании по подозрению в налоговых преступлениях арестуют в аэропорту Новосибирска. Юрист Дмитрий Гололобов более 9 лет работал на команду Ходорковского. После ареста в топ-менеджеров нефтяного гиганта перебрался в Лондон. Теперь он помогает многочисленным держателям акций ЮКОСа вернуть свои деньги. Мы говорим о более мелких акционерах, которые тем не менее концентрируют примерно 10-12% акций. Когда несколько лет назад акционеры нефтяной компании стали делить наследство ЮКОСа, в виде 2 миллиардов долларов, сохранившихся на счетах голландских фондов, так называемых Штихтинга, оказалось, что почти все деньги забрали партнеры Ходорковского. Главной же целью расследования наших правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли остальные деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров компании. А это ни много ни мало 51 миллиард долларов. По версии следствия, значительная часть дивидендов действительно находится в Голландии. Только это куда больше 2 миллиардов, о которых говорил юрист Дмитрий Гололобов. Туда в это время уже были выведены только осечены 10 миллиардов долларов. Куда эти 10 миллиардов никто это не знает. Часть потрачена, например, на элитную недвижимость. Мы продолжили наше расследование и нашли кое-какое имущество Ходорковского в Лондоне. Взгляните, олигарх живет вот в этом престижном жилом комплексе Сент-Эдмундс-Терейс с видом на Ридженс Парк. Цены на квартиры тут очень высокие. Стоимость стандартной 240-метровой трешки может доходить до полумиллиарда рублей. Дальше порога бдительный консьерж нас не пустил. Разыскать загородную недвижимость Ходорковского оказалось также непросто. Вот тот самый дом, в котором поселился человек, незаконно присвоивший ЮКОС. Здесь, среди густых лесов и бескрайних полей, по соседству с российским олигархом живет немало британских миллионеров и звезд шоу-бизнеса. Кстати, именно в этих стенах, судя по всему, Михаил Борисович любит порассуждать на тему притеснения либералов в России. Демократические силы могут и должны объединяться в рамках конкретных акций. Но вся эта, пусть и очень дорогая недвижимость, капля в море по сравнению с тем, куда команда Ходорковского на самом деле выводит похищенные из нефтяной компании миллиарды. А это уже новейшая история ЮКОСа, которая и название сменила. Но действующие лица те же. Появляется уже вот новая структура, которая называется Квадрум. Через цепочку трастов в офшорных зонах Каймановых островов, острова Гернси, Гибралтара, Ходорковский вместе со своими партнерами Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами. И не просто сохранили, но и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру через специально созданную компанию Квадрум. Эти деньги Квадрум распределяют в активы, создают компания, приобретают недвижимость. И таким образом они вкладывают похищенные средства, легализуют в бизнес. Своим первым направлением выходцы из ЮКОСа выбрали Юго-Восточную Азию. Здесь можно было не объяснять происхождение средств. В 2008 году во вьетнамском Хошимине открывается 17-этажное офисное здание Сентерпойнт. Через год Квадрум вступает в альянс вьетнамской корпорации Рефика. Вместе они строят вот эти огромные стометровые башни. Позволить купить здесь квартиру могут только самые состоятельные жители Вьетнама. Следом за Вьетнамом команда Ходорковского перебирается в Монголию и Мьянму. При этом зайти на западноевропейский рынок юкосовцы долгое время не могли. Переломить ситуацию удалось только в 2014 году когда вышедший на свободу Михаил Ходорковский начал подключать свои связи в Великобританию. В Лондоне на дивиденды Юкоса были куплены офисный комплекс с площадью 53 тысячи квадратных метров на Дармо-стрит. Здание в деловом районе Лондона Соха и два объекта по адресу Грейт Малборо-стрит. Не обошла команда Ходорковского и страны СНГ. Активы квадром есть и в Грузии и на Украине. Но самые дорогие объекты квадром находятся за Атлантикой. Америка страна в которой за связи с русскими можно не только расстаться с должностью но и попасть за решетку предоставила команде Ходорковского невероятные возможности для ведения бизнеса. Масштаб присутствия квадром на американском рынке недвижимости поражает. Это 13-этажное здание в городке Форт Лодердейл находящееся неподалеку от аэропорта Майами стало первым приобретением квадром в Америке. Отель расположенный в непосредственной близости от моря оказался беспроигрышной инвестицией. А это Майами Бич главный курорт Соединенных Штатов. Несколько лет назад выходцы из Юкоса приобрели вот это здание в центре курортного арт района. Отель Наутилус расположен на береговой линии. К услугам гостей 250 современных номеров обставленных мебелью из кожи и темного дерева. Открытый плавательный бассейн спа-центр рестораны. Вот еще один из активов команды Ходорковского. Спа-отель Би Орландо. Гостиница находится в курортном городке Лейк Буэна Виста в пяти минутах ходьбы от всемирно известных аттракционов Уолта Диснея. На 16 этажах расположены 394 номера, которые, как уверяет администрация отеля, практически никогда не пустуют. А это самый масштабный проект Квадрума во Флориде, который нам также удалось снять с помощью дрона. И это не отель и не офисное здание. В 2015 году в городке Форт Майерс компания бывших акционеров Юкоса приобрела 32,5 акра земли для строительства пансионата для пожилых людей квартала Амавида. И это отнюдь не аналог богаделин или привычных нам домов престарелых. На территории комплекса 460 мест для комфортного проживания миллионеров 55 плюс. По словам бывшего сотрудника Минотепа директора Квадрума Олега Павлова, Амавида это первый их проект в данном сегменте, но явно не последний. Чикаго город ветров второй по значимости финансовый центр Соединенных Штатов. Неудивительно, что дельцы из Квадрума обратили на него свое внимание. Здесь у компании находятся сразу три отеля. Первым приобретением стал вот этот 17-этажный отель Godfrey Hotel Chicago, расположенный в нескольких кварталах от центра города. В апреле этого года открылся чикагский отель Квадрум Hotel Essex. Это один из наиболее дорогостоящих проектов компании в городе. На обновление 14-этажного здания потрачено 75 миллионов долларов. Рядом с отелем возвышается огромная 56-этажная башня из стекла и стали Essex on the Park. Это самое высокое здание в Южном Мичигане. Жилой комплекс для состоятельных господ тоже принадлежит Квадруму. Ну и, конечно, Нью-Йорк. Крупнейший город США. Сюда компания экс-акционеров Юкоса зашла с имперским размахом. В 2012 году Квадрум купила первые два участка в деловом районе города. Спустя несколько лет там выросли два отеля. А это 42-этажное здание в Квинсе на острове Лонг-Айленд. В непосредственной близости от трех линий метро бывшие акционеры Юкоса начали строить в 2014 году, когда выкупили здесь место с полным освобождением от налогов на 15 лет. В здании есть крытый бассейн, фитнес-центр и площадка для занятий спортом. А это дом для миллионеров. Раньше здесь была парковка. Сейчас комплекс элитных апартаментов. Есть у команды Ходорковского территории, которые еще не освоены. Например, вот здесь, на набережной в северной части Бруклина, экс-акционеры Юкоса купили участок площадью почти 6000 квадратных метров. Совсем скоро здесь тоже может появиться стеклянный небоскреб с видом на Манхэттен. Однако, венцом портфеля Квадрума являются отнюдь не отели и не комплексы апартаментов. Масштабный проект компании «Реновация территория» в Нью-Джерси. Выходцы из Юкоса заполучили 130 тысяч квадратных метров в прибрежной зоне в самом центре Джерси-Сити. Согласно плану застройки, в этом месте появятся 2000 фешенебельных апартаментов общей площадью в 195 тысяч квадратных метров. Обитатели будут жить в 12-этажных стеклянных башнях и наслаждаться видом на залив. Неужели все эти махинации с выведенными из Юкоса миллиардами и вложенными в десятки тысяч квадратных метров недвижимости по всему миру прошли незамеченными для зарубежных правоохранителей? В это верится с трудом. По версии британской газеты «За Телеграф» американские спецслужбы очень внимательно следили за командой Ходорковского еще со времени приобретения Юкоса. И, вероятно, наблюдают за ним до сих пор. За обман американских акционеров и за незаконное присвоение дивидендов по местным законам США Ходорковскому может грозить до 25 лет тюрьмы. Но пока заказчик убийств и мошенник изображает из себя жертву политического преследования со стороны России, на Западе ему не задают неудобных вопросов. Вот только неудобные вопросы с полной доказательной базой преступных действий владельцев бывшего Юкоса есть у правоохранительных органов в нашей стране. И мы уверены, что время задать их рано или поздно придет.